После доработки рукояти неоригинального Caban Cold Steel я получил неплохой и очень удобный нож. Причем, сегодня в обзоре будем резать сырую рыбу, помидоры и даже гвозди. Только уберите детей от телеэкранов, ибо последние фото могут травмировать нежные юные души. А кому интересно, жмите на кнопку читать дальше. Начнем с того, что торговцы из Поднебесной сами не знают, чем торгуют. И это не шутка, а реальность с оттенком грусти. Если на Алиэкспрессе некоторые моменты в описании Caban Cold Steel еще простительны, то его характеристики вызывают недоумение. Например, герой обзора назван как прямой нож, фиксированный нож, острый фруктовый нож, выживание, охотничий. Ладно, сошлемся на максимальную релевантность в поисковой строке браузера, чем больше лаоваев найдет этот нож, тем выше вероятность покупки. Но если присмотреться к характеристикам, то тут кто на что гораст. У одного продавца клинок японского ножа выполнен из стали 7КР-13МОВ, у другого 440. Толщина клинка тоже разница, кто указывает 2,5 мм, а кто 3,0 мм. В общем, полная чехарда. И не подумайте, что я знаток по ножам и тут умничаю. Это только после покупки я стал разгребать завалы информации. Оказывается, у оригинального Caban клинок длиной 14 см и толщиной в обуви 3,5 мм. Выполнен из японской нержавеющей стали АУС-8 Эй, обратите еще внимание на гравировку лезвия китайской реплики. У реплики с одной стороны клинка гордо написано Caban, с другой АУС-8 Эй 1 Ван, да, именно так, через Цифирь 1. У оригинального изделия с одной стороны надпись гласит «Cold Steel», с другой – Caban made in Taiwan. Рукоять оригинала изготовлена из прочного и комфортного в удержании эластополимера Крей-Экс, старое название Кротон. Этот синтетический материал совмещает в себе свойства резины и пластика. Он цепкий и не скользит в воде, тактильно мягок и приятен. При этом отлично держит форму, не боится перепада температур. Ну и цена оригинала на порядок выше около 120 долларов. Калаш ниже дает представление о настоящем Caban Cold Steel. Выпускаемые фирмой Cold Steel на протяжении не менее 20 лет ножи типа «Танта» на сегодняшний день считаются классикой жанра и пользуются неизменной популярностью у ценителей. Когда я увидел этого японского красавца, подумал, почему бы и не купить. Какой он в деле? Интересная форма клинка, две режущие кромки, которые сходятся под углом. Именно такую форму предложила компания Cold Steel в 80-х годах прошлого века. Традиционный японский нож «Танта» почти никогда не выполнялся с таким лезвием. Причем, в то время у Cold Steel было два ножа, складной «Айабун» и «Фикс Кабун» «Кабан», выполненные из высококачественных, но недорогих материалов. Обратите внимание, что клинки у них практически одинаковы. Однако в производстве остался только «Кабан», а выпуск ножей «Айабан» остановили. Почему? Скорее всего, это объясняется банальным уровнем спроса. Ибо «Кабан» хорошо и регулярно продается, а его брат не очень популярен. Также Cold Steel перенесла производство в Тайвань, что позволило снизить цены на многие изделия без особого ущерба для качества. Так стоит ли брать китайский нож «Танта»? Забегая вперед, отвечу, за такую цену, да стоит. Особенно тем, кто любит порезать на природе мясцо для шашлыка или готовить на гриле. Только понадобится небольшая доработка рукояти реплики, ибо она уж больно худая. Но обо всем по порядку. Китайский «Кабан» Свой нож я брал не так давно, причем у другого продавца и на 3 доллара дешевле. Самое главное, не читал этот обзор от уважаемого толкобай, в котором сквозит некоторое разочарование. Скрин покупки. Нож Cold Steel «Кабан» прибыл ко мне на почту в обычной пупырке. В комплекте поставляются пластиковые ножны Secure X. Материал рукояти и ножен заявлен как ABS. Лезвие занимает почти две трети клинка и имеет слегка вогнутые спуски, что обеспечивает неплохую остроту изделия. Замеры показали, что ширина клинка составляет 25 мм, толщина обуха 3 мм. Рукоять в самой широкой части 12,6 мм. Длина клинка 13,5 см, общая длина ножа 25,4 см. Последние два параметра весьма близки к оригинальному изделию. Ножны собраны весьма качественно, ничего не скрипит, не люфтит. Пластик прочный, на ощупь приятный, слегка шершавый. Вес ножа составил 100 года, а вместе с ножными, 140 года рукоять имеет характерный для традиционных танто профиль, слегка расширяющийся к гарде. В теории подобная форма уменьшает вероятность соскакивания руки на лезвие во время колющих ударов. Но это в теории. На практике совсем другая ситуация. Доработка рукояти, используем паракорд. Взяв нож в руку, сразу чувствуется, что китайцы либо сэкономили на пластике, либо криво скопировали оригинал. Рукоять у реплики тонкая и плоская как вобла. Удержать ее в сжатой ладони не помогает ни утолщение посередине, впрочем, оно незначительно, ни рифление, перекрестные насечки. При резе нож уходит из руки, хотя внешне все выглядит красиво. Поэтому я попросил товарища обтянуть рукоять паракордом. Это заняло у него 20 минут времени, после чего ситуация кардинально улучшилась. Ухватистость стала превосходной, замеры показали, что обхват рукояти возрос почти в двух раза. Причем, паракорд не мешает клинку входить в ножны. Попробуем клинок. Хотя с такой толщиной обуха он не предназначен для филигранной нарезки апельсинов или дынь. Но с овощами и фруктами справляются неплохо. Заводская заточка позволяет легко порезать помидоры и чеснок для салата. Заявленная твердость 58 корка, на мой взгляд, не совсем соответствует действительности. Это показал рез гвоздя. Клинок гвоздь режет, но на самой режущей кромке остаются незначительные отметины, на фото это место показано с синей стрелкой. К сожалению, макросъемку провести я не смог. Как и замерить твердость стали. Но результаты видны на фото. По моим ощущениям, клинок соответствует стали 52-54 корка, потому как за 8-10 движений мусатом поправил кромку. Мусат брал клинок хорошо, вязко, с протягом. В финальный тест, рез рыбы, на разделочную доску положил внушительного карпа, и тут обнаружилось превосходство ножа танта. Его уникальная геометрия клинка позволяет легко делать то, что другим ножам сделать тяжело. Если установить кабан колд стил почти вертикально и начать резку, то его скошенный клинок отлично справляется с твердым рыбьим позвоночником, костями и хрящами. Пример тому, голова карпа на фото. Для подобной работы с другими ножами нужно прилагать значительные усилия. Кстати, на нижнем фото, тот самый японский нож, который на Алиэкспрессе каждый год продают под различными географическими названиями, то он сербский, то он турецкий, то еще какой-то. Он тоже прошел апгрейд. Его деревянную рукоять я покрыл лаком и теперь вода ему не страшна. Подытожим. Китайская реплика кабан колд стил, весьма неплохой нож за свои деньги, который требует только доработки рукояти. После чего волшебным образом превращается в привычный нож, созданный в основном для кемпинга или отдыха на природе. Но и на кухне АТ тоже хорош. У меня на этом все. Всем удачи и бобра. Знак авторского права. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Субтитры создавал DimaTorzok